Сегодня в программе специальный репортаж, наше журналистское расследование. За кашу манную, за жизнь туманную. Эммануэль Макрон одной рукой голосует за мир, другой за новые поставки оружия Украине. Почему в голове президента Франции такой бардак? Бардаком нельзя назвать, это осознанный политик, которая велась еще, в принципе, и до начала специальной военной операции. А напоследок я скажу, президент США вдруг заявил о готовности сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Неужели Вашингтон начал подталкивать Украину к миру? Они могут, конечно, толкать и пихать, но те условия, которые выдвигает Зеленский со своей стороны, они вообще не предполагают никаких переговоров. Нам так не хватает тебя, торквемада. Папа Римский оскорбил бурятов и чеченцев, потом ушел в несознанку, но в итоге извинился. Что движет наместником Бога на земле? Это политическая конъюнктура. Ну вот сегодня вроде как флюгер стал поворачиваться в направлении завершения конфликта, поисков мира. Ну и вдруг проснулся римские папы. Хижина дяди Томаса. Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах призвал допустить сборную России к летним играм 2024 года. Ой, а что случилось? Олимпийские чиновники, в общем-то, проводят волю политиков. И у них соображения те же самые. С одной стороны наказать Россию, с другой стороны не допустить дополнительного озлобления России. В последнее время в международном информационном пространстве все чаще и чаще стали звучать призывы к мирному урегулированию на украинском направлении. Байден, Макрон и даже Папа Римский. Почему они все вдруг решили примерить костюм миротворца? Насколько искренне их намерение? И есть ли им вера? Расскажем прямо сейчас. Международная западная повестка по широкой дуге устремилась на восток. Нет, ни в Китай, и ни в Индию, и ни в арабские страны. Запад из-под тяжка смотрит на Россию, учитывая отношения Москвы с Пекином и Дели. И, конечно, это не означает, что, например, та же старая Европа вдруг осознала бессмысленность санкционной суеты и готова сквозь стертые зубы признать правоту Москвы. Запад не поворачивается в нашу сторону, а Запад раскалывается в своей попытке поворота в нашем направлении. Потому что, ну, откуда сегодня поиски все-таки какого-то сотрудничества с Москвой? Изменение политики в разумном, таком трезвом исполнении – это понятно. Наступила та самая холодная и голодная зима, когда сегодня энергетический кризис – это не просто придумки, это не просто запугивание, это реальная ситуация, в которую вступает сегодня большинство европейских стран. Но давайте обратим внимание, вот эти колебания постоянные, постоянные размежевания, сталкивания позиций стран Западной Европы, они на каждом шагу сегодня демонстрируются. Вот именно столкновение интересов на геополитическом поле и заставляет Европу метаться между Россией и США с оглядкой на Индию и Китай. И если телодвижения Германии и Франции хотя бы отдаленно, но все же напоминают некую самостоятельную политику, то все эти Польши, Чехии и Прибалтийские в Эмираты работают исключительно на подтанцовках. Так, правда, не попадают, но у них и задачи такой нет. Им нужно постоянно сбивать с ритма весь Евросоюз. Это подтверждает лишь то, что вот этого единства западного, атлантического, нет и быть не может. То есть сегодня, как никогда, Запад начинает раскалываться по поводу не только отношений с Россией, а вообще глобальной мировой политики ближайшего времени. Поэтому они смотрят сегодня то на Россию, то на Китай, то на Индию, пытаясь понять, а как все-таки в будущем-то жить. С Соединенными Штатами в том же виде, без Соединенных Штатов в нынешнем их варианте и прочее-прочее. Но здесь штука в том, что жить бессозидательно и направляющей роли США, например, в Европе, мало кто может. Вашингтон держит за горло Брюссель. Брюссель держит за горло европейские столицы. И все вместе они пытаются убедить Москву, что дни ее сочтены. Выглядит это все неубедительно, потому что счетчик наших дней, Евросоюз и США спрятали где-то в Киеве. А там нынче проблемы с электричеством. Но покуда Украине есть кого посылать на поле боя, Россию будут пугать страшными наказаниями и экономическими потерями, даже в ущерб собственной европейской жизни. Определенная степень усталости от войны, если не наступила, то, понятное дело, что в скором времени она наступит. Но на практике мы пока что не видим никаких подвижек. Не похоже, что какие-то подвижки есть. Напротив, и слова американских, и слова европейских чиновников свидетельствуют, что они готовы воевать до победного. Наказание России для них вещь принципиальная. И ради этого они готовы даже пойти на определенное ухудшение жизни собственного населения. Это вопрос идеологический, который перевешивает даже материальные выгоды. И все же именно материальные блага, вернее неуклюжие попытки сохранить то, что от них осталось, спасибо высоким ценам на газ, еду и электричество, заставляют нынешних европейских президентов, премьер-министров и одного канцлера отбиваться от трансатлантического стада и время от времени говорить о возможном мирном урегулировании украинского конфликта. Разговоры о дипломатических усилиях на украинском направлении начали появляться в информационном поле в начале декабря. Причем этот медийный шум прилетел из Европы. Президент Франции Макрон аккурат перед своим визитом в США вновь заявил о необходимости разговаривать с президентом России напрямую. Опять. Бардак в голове президента Франции начался пять лет назад во время его первой предвыборной кампании 2017 года. С той поры Макрон то призывает к прямому диалогу с Москвой, то обвиняет Россию во всех грехах. Теперь вот кто хочет мирных переговоров по Украине, то отправляет в Киев оружие. И такая дребедень каждый день. Не раз он выступал с идеей, что все-таки нельзя унижать Россию, нужно вести диалог с Путиным, нельзя хлопать дверью, потому что стороны противоборствующие должны сесть за стол переговоров. И тогда нужно беседовать, нужно, что сказать, несмотря на все противоречия, поддерживать контакт. И ведь каждое свое высказывание президент Франции обосновывает и подкрепляет мощной теоретической базой. Но в принципе вот эта схема, когда и плохого, и хорошего полицейского играет один человек, надоедает. И ценность Макрона, как посредника, сегодня близка к политическому нулю. Во время турне африканского Макрона в конце лета, по-моему, этого года, он ни много ни мало нас обвинил в развязывании Третьей мировой войны, экономической, энергетической и информационной. Вот, ну, сказать, я не буду даже пытаться что-то, значит, аргументы какие-то породить, чтобы опровергнуть эти утверждения. К тому же, говорят эксперты, Эммануэлем движет не искреннее желание добиться мира, а зависть к другим игрокам, которые пользуются биполярочкой французского президента и проблемы решают по мере своих возможностей. И мимоходом задвигают Париж в дальний угол геополитики. Тем более, говорил Макрон, что мы не должны отдавать вот этот диалог только, так сказать, например, Эрдогану, который регулярно созвонится с Путиным, разговаривает, решает какие-то проблемы. И Европа, в том числе и Франция, должна тоже активно участвовать в возможном диалоге с Россией по поводу поисков мирного решения украинского конфликта. В общем, президент Франции опять завел пластинку о переговорах на украинском направлении. Однако к Макрону мы еще вернемся, но чуть позже. А сейчас несколько слов о США. Вашингтон с самого начала специальной военной операции не скрывал свои желания. Россия не должна победить на Украине. Нельзя даже мысли допустить, что Москва одолеет Киев. Россия платит и еще заплатит. Доллар по 200 и все в таком же духе. Вся эта информационная пыль оседала на уши американцам же. И стряхивать ее не успевали. И тут вдруг США вклинились в разговоры о мире. Джо Байден после окончания переговоров с Макроном огорошил сразу всех. И свой Вашингтон, и почти свой Брюссель, да и самого себя. У меня нет планов встречаться с господином Путиным в ближайшее время. Господин Путин. Мне надо очень взвешенно подбирать слова. Я готов разговаривать с господином Путиным, если он действительно готов остановить военные действия, чего он пока не сделал. Если дело пойдет в этом направлении, я после консультации с союзниками по НАТО с удовольствием сяду с господином Путиным за стол, чтобы узнать, что он думает. В таких случаях обычно вспоминается старая шутка, когда пассажир на вокзале не расслышал объявление, поднимает голову вверх и требует «А ну-ка, повтори! Повторяю!» звучит из динамика. На самом деле все эти слова и все эти речи, они абсолютно вообще ни о чем не говорят. Потому что, как показывает практика, параллельно продолжаются поставки вооружения, параллельно продолжаются снабжения той же украинской армии и попытки оказать какую-либо помощь. Поэтому, с одной стороны, это получается такой маневр для отвлечения, с другой стороны, мы видим, что эскалация продолжается. Ну и с третьей стороны, мы видим, что действительно все-таки часть политиков, в том числе европейских политиков, они пытаются как-то всю эту ситуацию регулировать, сгарить. Потому что, в любом случае, по экономическим моментам это бьет по всем. На самом деле весь мир уже знает, что, несмотря на беспорядок в голове американского президента, подобные заявления не делаются просто так. Скорее всего, надо показать собственному избирателю, что Соединенные Штаты могут и так, и так, и в войну играть, и о мире договариваться. Кроме того, все-таки президент Байдена и демократическая администрация, в большей степени, чем республиканца, склонны прислушиваться к своим европейским союзникам. Это все-таки улица не совсем с односторонним движением, и если Евросоюз и, прежде всего, Франция взбрыкнут, конечно, Соединенным Штатам это не понравится. Поэтому до определенного уровня Байден готов прислушиваться к доводам Макрона и идти хотя бы формально, для галочки, навстречу пожеланиям Евросоюза. К тому же на Байдена и его ближайшее окружение давят грядущие через два года выборы и неприятное осознание того, что из Белого дома придется выметаться вместе со всеми демократическими принципами. И Джо сегодня единственный кандидат, который может помочь ослам остаться в стойле еще на четыре года. То есть не просто войти в историю последнего времени как миротворцы, а еще и как победители, потому что ведь во всех случаях разрешение этого конфликта толкуется как победа демократии, как американские достижения, какой бы ценой они и не были достигнуты. Поэтому, конечно, это так называемый подарок грядущим выборам. А вот насколько этот подарок может оказаться реальным и насколько он повлияет на исход выборов, это два очень больших и сложных вопроса. Работа над подарком американским избирателям идет вовсю и давно. И естественно, все телодвижения происходят за закрытыми дверями. А вот на страницы газет попадают лишь некоторые промежуточные итоги. Вот редакционная статья издания American Conservatives с весьма говорящим названием «Кочующие цели США для Украины». Автор яркого по нынешним временам материала разматывает историю с мирными переговорами по Украине с самого начала. И выясняется, что советники американского президента, причем высшего ранга, не просто подталкивают Зеленского к миру. Они его уже пихают за стол переговоров с Москвой. Они могут, конечно, толкать и пихать, но вопрос условий. Те условия, которые выдвигает Зеленский со своей стороны, они вообще не предполагают никаких переговоров. Это ультимативная форма, при которой все достается абсолютно Украине, все и даже больше. Безусловно, с самого начала Россия свою позицию обозначила. И в этом плане наша позиция абсолютно не сходится. И более того, никакой попытки общей компромисса или попытки диалога со стороны Украины нет. И не будет. Поэтому это можно называть как угодно. И предложение к переговорам, и подталкивание к переговорам. Но по факту ни о каких переговорах на данный момент речи не идет. И все же, дыма без огня не бывает. Не просто же так основные американские издания начали в последнее время усердно раскачивать тему возможных мирных переговоров на украинском направлении. На воеварии действительно уже более чем достаточно, если учитывать те затраты, которые были сегодня брошены и американцами, и западными европейцами, и коллективным западом в целом, если учитывать сегодня вот ту усталость, которую западное общество все больше проявляет по отношению к этой ситуации и к поддержке Украины любой ценой. Наверное, действительно уже надо думать о выходе из этого тупика, который фактически сегодня вместе с Украиной, Запад ощущает все дальше и все больше. И, видимо, понимая, что выход из военного тупика с каждым днем все уже и уже, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан взялся за дело собственноручно. А для этого пришлось сгонять в Киев. Смотрите далее в программе специальный репортаж. Нам так не хватает тебя, Тарквимада! Папа Римский оскорбил бурятов и чеченцев, потом ушел в несознанку, но в итоге извинился. Что движет наместником Бога на земле? Это политическая конъюнктура. Ну вот сегодня вроде как флюгер стал поворачиваться в направлении завершения конфликта, поисков мира. Ну и вдруг проснулся римские папы. Хижина дяди Томаса. Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах призвал допустить сборную России к летним играм 2024 года. Ой, а что случилось? Олимпийские чиновники, в общем-то, проводят волю политиков. И у них соображения те же самые. С одной стороны, наказать Россию, с другой стороны, не допустить дополнительного озлобления России. Мы уже рассказывали о визите Салливана в столицу Украины и его встрече с Зеленским. Но тогда Белый дом обошелся без комментариев и подробностей личной беседы Джейка с бородатым юношей в зеленой майке. И вот время пришло. Во время встречи с президентом Зеленским, Джейк Салливан поднял вопрос о необходимости дипломатического решения украинского конфликта. Кроме того, господин Салливан потребовал от президента Украины заявить о готовности к переговорам с Россией и отказаться от нежелания участвовать в мирных переговорах до тех пор, пока Владимир Путин остается президентом России. Звучит неплохо, говорят аналитики, но это никак не бьется с тем, что США творят в публичном пространстве. Главный вопрос, да, при чем здесь США? Либо у нас США признают себя участником конфликта, но здесь тогда уже вопросы напрямую, да, что зачем вы все это провоцируете, и зачем вы до сих пор продолжаете давать деньги, да, и поставлять вооружение. Но, опять же, попытка мирных переговоров – вопрос условий. Все, что предлагают американцы, оно на самом деле говорит только о том, что они собираются продолжать, потому что они прекрасно понимают, что те условия, которые они пытаются вложить тому же Зеленскому, они никаким образом вообще не говорят ни о какой попытке даже сесть за стол переговоров. И ведь не поспоришь. Вот, например, одно из последних высказываний Салливана. Мы не знаем, чем это закончится. Что мы знаем, так это то, что наша работа заключается в том, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украине, чтобы они находились в наилучшем положении на поле боя. Так что если и когда дипломатия созреет, они будут в наилучшем положении за столом переговоров. Этот момент еще не настал. Но, судя по всему, главное американское заклинание последних месяцев «Ничего об Украине без Украины» уже не работает. И если прилюдно советники Байдена по-прежнему сурово хмурят брови и обещают Москве кары небесные, то в личных беседах с журналистами, когда они превращаются в высокопоставленный источник, не пожелавший раскрыть свое имя, все чаще и чаще сквозит убеждение, что еще вот чуть-чуть и переговоры начнутся. Вот еще одна цитата из статьи American Conservative. Мы полагаем, что Зеленский, вероятно, поддержал бы и, скорее всего, поддержит проведение мирных переговоров и в конечном итоге пошел бы на уступки, как он предлагал и обещал в самом начале конфликта. А кто реально заинтересован в мирном регулировании сегодняшнего вооруженного конфликта или, может быть, для кого-то из современных западных политиков тех или иных сил, это просто хорошая возможность не столько достичь результата, сколько себя показать вот таким самым главным миротворцем, самым большим сторонником сегодняшнего мирного регулирования. искренность намерений, вот что вызывает очень большие-большие вопросы и сомнения. И здесь трудно не согласиться. После всех этих выпадов в сторону Москвы, например, главная цель США и их союзников по НАТО это восстановление и защита территориальной целостности Украины, а также наказание России и ее ослабление, Белый дом внезапно сливает в прессу не только готовность США к переговорам, но и методы, с помощью которых они продавливают Зеленского. Ну так уж устроена закулисная политическая жизнь США и связанный с ней пиар. К тому же Зеленский настолько привык выдвигать Вашингтону встречные требования, что в какой-то момент в Белом доме решили все, хорош борзеть. Но при этом Зеленского втаптывают в переговоры с Москвой по закрытым каналам. А в публичном пространстве Вашингтон продолжает наузкивать Киев на Крым, открыто заявляя, что Украина имеет полное право на военные операции на территории России и ни о каких переговорах речи быть не может. Я все-таки думаю, что это вот та конфигурация, это волки в овечьей шкуре. Извините за, может быть, грубое такое, так сказать, сравнение, но верить, доверять западным политикам после всего того, что, так сказать, получилось, наверное, не стоит. Последнее откровение Меркель, по-моему, очень красноречиво говорят об искренности наших бывших партнеров и о том, какие у них замыслы, какие реальные дела. И вот здесь в дело вступает то, что политтехнологи называют пиар от противного. Клиента, в нашем случае это Зеленский, изо всех сил толкает к совершению самоубийственных поступков. Например, возвращение Крыма силовым путем. С учетом того, что на сегодняшний день энергосистемы Украины и так более чем на 50% откалиброваны, попытка Киева залезть в Крым обернется для него рытьем могилы на скорость. За лопатой Зеленский побежит в Вашингтон, а там вместо лопаты со словами «сам виноват» предложат сесть за стол переговоров. Но Украине везет. Ее полного уничтожения не хотят ни в Москве, ни в Вашингтоне. Посему Киев, закусив у дела, лишь обозначает попытки что-нибудь предпринять. Однако часики-то тикают. Россия не спеша идет к целям специальной военной операции. А США тратят огромные деньги, при этом теряют репутацию и терпение. К тому же клятва Байдена о защите территориальной целостности Украины перестала быть актуальной. Пока Белый дом плел, как ему казалось, хитроумные сети и игрался с пиаром, Россия, помимо ДНР и ЛНР, присоединила Запорожскую и Херсонскую области. И вот тут США поняли. Территориальная целостность Украины потеряла свою главную составляющую, ту самую целостность. И значит, пришло время пересмотреть свое положение в большой геополитической игре с Россией. На этот раз на первый план выдвинули не абы кого, а шефа госдепа Энтони Блинкина. Вот что он тихо-тихо, исподволь, заявил изданию American Conservative о пресловутой клятве Джо Байдена. Впервые за все это время Блинкин немного изменил свое же высказывание. Тихим голосом, вернее, даже едва слышным шепотом, госсекретарь заявил, что клятва Байдена о территориальной целостности теперь может быть истолкована несколько шире, чем это было изначально. В данном случае, скорее всего, готовы принять то, что Россия получит Крым и Донбасс. Но пока что не больше. Все остальное Россия, к сожалению, вынуждена будет доказать на поле боя. В общем, все как всегда. Играла жаба с гадюкой. Здесь, если внимательно рассматривать взаимоотношения Украины, США, Европы, все шантажируют друг друга. Зеленский шантажирует там ядерным оружием, пытается откровенно стравить. Европа шантажирует там деньгами, Америка шантажирует территориями. То есть все друг друга шантажируют, все друг друга пытаются как-то продавить, проманипулировать. Как бы там ни было, но все эти разговоры из серии «Мы как бы за мир» заставили встрепенуться и других игроков. Папа Римский тоже включился в гонку миротворцев. Ему, правда, по должности положено все-таки наместник Бога на земле. Однако понтифик начал не с того. Сначала глава католиков обвинил во всех бедах на Украине Россию, а потом не с того, не с сего оскорбил два народа. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее. Сейчас папа говорит не с точки зрения главы католической церкви, а с точки зрения человека, у которого большие проблемы с деньгами. У католиков проблемы именно с обеспечением всех своих, скажем так, всего своего имущества по всему миру, потому что на это все нужны деньги, чтобы это поддерживать. И для этого, безусловно, нужно отстаивать чуть позицию, продавать ее, да, для того, чтобы деньги поступали. Поэтому здесь вопрос не про религию, здесь вопрос, скажем так, про определенный бизнес. Вот как же надо деньги любить, чтобы одним движением оскорбить 146 миллионов человек и при этом на голубом глазу предлагать себя в качестве миротворца? После слов папы, святой престол понял, что роль посредника ему не светит, а ведь хочется. В итоге Ватикан собрался с святым духом и извинился. По дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря Святого Престола Пьетра Паралина в связи с упомянутым высказыванием понтифика. В этом обращении, в частности, говорится следующее. Прямая цитата. Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству в вере и культуре равно, как и к другим странам и народам мира. Иными словами, инцидент исчерпан. Вообще, надо сказать, что публичные извинения в Ватикане перед Россией по нынешним-то временам это событие из ряда вон выходящее. Ведь платить и каяться должна Москва, а не цивилизованные белые господа. Но оказывается, извинительный кодекс, по крайней мере, у Святого Престола всегда под рукой. На всякий случай. Сильнейшая католическая организация в Европе сегодня – это польская католическая организация. И Папа Франциск вынужден к полякам прислушиваться. А какие у поляков виды, здесь, в общем-то, гадать и не стоит. Доверять здесь, понятное дело, католической церкви не стоит. С другой стороны, всё-таки жизнь показывает, что с верующими католиками, если это не поляки и не хорваты, в Европе иметь дело проще, чем с атеистами. Всё-таки с ними о чём-то договориться можно. Вероятность больше. Тем более с латиноамериканскими. Поэтому здесь вот такое противоречивое. Держать в ухо востро, противостоять Ватикану как оружию. Ослабление нашего влияния на Украине, но в то же время с ним диалог поддерживать. А теперь вернёмся к Франции и Эммануэлю Макрону. После извинений Ватикана сценой вновь завладел Макрон. Французский нарцисс вдруг заявил, что сборную России нужно допустить до Олимпиады в Париже. И это было только начало. Следом о концепции «Оспорт, ты мир» заговорил президент Международного олимпийского комитета Герр Томас Бах. У меня есть объяснение то, что сегодня спортивный мир, после того, как нас отовсюду убрали, изгнали и притеснили, он обеднел настолько, что самим спортсменам, спортивным функционерам понятно, что надо отделять сегодня спортивные дела от политических страстей и политических провокаций. Сегодня рассматривается возможность участия нас в очередной как раз Парижской Олимпиаде. Миротворческую волну главы МОК подхватил Олимпийский комитет США. Сговорились они, что ли? Это может быть неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад. Их возвращение действительно важно для олимпийского движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможности вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь. Сюзанна Лайенс, глава Олимпийского комитета США. Политики заигрались. И, в общем-то, многим даже спортивным функционерам это надоело. Отсутствие России на Олимпиаде это слишком заметная вещь, чтобы считать Олимпиаду полноценной. Превращать ядерную, вторую в мире ядерную державу в страну-изгоя это идея бесперспективная. Тем более, что подобная выходка, она Россию только дополнительно обозлит. В общем, Запад начал как-то усиленно суетиться, нарезая круги вокруг России. Холодает, видимо.